Всем привет! Сегодня мы прямо поговорим о конкретных методиках. Жертвы абьюза, как правило, сталкиваются с тем, что кто у нас абьюзит, кто является такими, назовем так, доминантами. Люди с некими проблемами, очень часто это проблемы психики, и это манипуляторы, это психопаты, это нарциссы могут быть. Бывают такие ситуации, когда в определенный момент жертва достигает некого дна, от которого ей нужно отталкиваться, когда она наконец-то готова решать ситуацию, уходить от абьюза, разрушать эти, наконец-то заканчивать отношения или убегать и так далее. Но, как правило, к этому дну она приходит, знаете, в виде камня, камень, который повязан с путом, не знаю, назовем канатом, веревками абьюзера. И когда ты падаешь на дно, ты тонешь, потому что тебе не за что хвататься. У тебя уже порваны контакты с людьми, с друзьями, у тебя их не осталось. Тебе уже не верят, не доверяют, не бегут тебе на помощь твои родственники. У тебя уже не сложилось, например, с психологами, которым ты обращался, ты считаешь, что они тебе, например, не подходят, и на самом деле ты просто не хочешь их слушать и так далее. В общем, ты остаешься один наедине со своей проблемой, со своим страхом и со своим абьюзером. Чтобы оттолкнуться от этого дна, да, от пут этих надо освобождаться. И вот сегодня я немножко поговорю, в общих красках опишу, как себя можно вести, что нужно делать для того, чтобы выходить или начать терять интерес к себе своего абьюзера, в частности человека психопатического, психопата, если мы берем такого. Если вы хотите, погуглите, вообще почитайте про метод серого камня. На самом деле это вот прикидывается, как в прямом названии, серым камнем, да, безэмоционально, стать скучным, неинтересным, ровным, гладким, безэмоциональным человеком. Ваша задача не привлекать, скажем так, к себе огромного внимания и не реагировать эмоционально. Вообще самый главный пункт в сером камне – не подключаться эмоционально, не давать поводов на эмоции. Такие абьюзы вообще прогрессируют или продолжаются, пока это интересно, пока вы даете отпор, пока вы сопротивляетесь, или пока вы плачете, страдаете и молите о пощаде, неважно, любой ваш эмоциональный отклик – это стимул и реакция. Ваша реакция очень важна, неважно, какого она плана, агрессивная. Плачете, страдаете, угрожаете, сопротивляетесь. Вас интересно, скажем так, тыкать иголочкой, пока вы даете реакцию. Канерное окончание еще живы. Чтобы психопат перестал обращать на меня внимание, мне надо стать для него неинтересным. Это безэмоциональность. Когда тебя провоцируют, ты не реагируешь. Отвечаем – холодно, безразлично, скучно, томно, неинтересно. Это всякие банальные фразы, когда он тебя пытается задеть, что-то там вывести. Проблема не в тебе, а во мне. Нет, ты что, ты у нас самый замечательный, хороший, прекрасный. Все хорошо, все в порядке. То есть мы максимально, ну, зовем так, прикидываемся, не очень душевно здоровым человеком, да, который ни на что не реагирует, у него отключены эмоции, отключены реакции. И разорвать, в принципе, с психопатом трудно, да, порвать связи резко. Он сразу, потому что это будет, опять, понимаете, эмоциональное переключение, он даст реакцию. Он либо начнет издеваться, либо начнет больше к себе притягивать, еще сужать вот этот ваших границ, свободу и так далее. То есть какая-то реакция подействует. Самое ужасное для такого абьюзера, это не получать удовольствие, не получать сопротивление, не получать эмоции. Поэтому разрывать с таким человеком – это очень трудно. И из своего страха, зная, что он начнет сужать свои вот эти границы, обратно меня окутывать, жертвы очень часто попытку делают или идут там к психологу, собирают вещи, съезжают или еще что-то, а потом он всеми правдами-неправдами, либо насилием, либо сначала по-доброму, а потом насилием все равно обратно сковывает, затягивает, и потом еще вот эти оковы, путают, этот канат еще сильнее затягиваешь, что-то еще раз вообще не дернулся. Поэтому жертва чувствует себя бессильной, и у нее теряется вера. И сопротивляться становится очень трудно, потому что на любое сопротивление я получаю давление эмоциональное, моральное, физическое давление, а не поддержку уже родственников, как скажу, с которыми я уже испортила, скорее всего, отношения, мне уже не верят и так далее, меня не поддерживают, это же все портится временем и годами и так далее. В общем, никакой поддержки нет. Поэтому надо стать неинтересной, безэмоциональной. Мы его никогда ни в чем не обвиняем, мы с ним не ругаемся, мы максимально нейтральны. Что бы он ни говорил, я сразу предупреждаю, его провокации, когда он почувствует, что нет ответа, они будут усиливаться. То есть это будут более оскорбительные поступки, действия, слова. Он будет задевать самое больное, самое живое, пытаться манипулировать вами, обзывать, грозить ваших родственников, ваших родителей. То есть самое дорогое, что у вас есть, готовьтесь, на это будет прессинг. Но задача ваша, этот прессинг выдержать, потому что если он убедится, что вы не среагировали даже на это, вы ему резко станете неинтересны, его резко от вас отвернет. И он от вас отстанет. И он будет потихонечку, так как это, знаете, такие категории людей, они, назовем так, энергетические вампиры, им нужна игра, им нужен процесс сам. И они быстренько пойдут искать новую жертву, новые эмоции, новые ощущения. Он еще может вас, назовем так, если вы реально в таком жестком абьюзе, придерживать, не давать развод, не знаю, закрыть вас дома, запрещать работать или еще что-то, что-то. То есть, условно, держать на выгоду какая-то на своей территории какой-то период времени, но эмоционально такой, назовем, муж или партнер пойдет уже к другой женщине, он будет искать другую жертву, ему нужны эмоции, процесс. И это самый верный метод уйти из таких абьюзивных, агрессивных, психопатических отношений с психопатом. Стать неинтересной. Неинтересной. Потому что, и всегда знать, что мое отсутствие этих эмоций, это моя защита. Пока я безэмоционально, я серый камень неинтересный, прикинулась, короче, деревом, камнем, там, не знаю, почвой, травкой, еще тогда, не вызываю никаких эмоций, я в безопасности. В таких отношениях, когда вот так залез, и у тебя уже никто помочь не может, вытащить тебя, никто не поддержит, это годы, как правило. И женщины в браках обрастают уже детьми какими-то связями с этим психопатом, абьюзером. То есть, если мы разведемся, расстанемся, у нас все равно есть, например, дети, через которых наша связь не прекращается, не заканчивается и так далее, через которых мной можно манипулировать, дергать и какое-то вздействие иметь надо мной. Все равно мы продолжаем быть вот этим серым камнем, прикидываться им, безэмоционально никак не реагировать. Ему станет рано или поздно неудобно, неинтересно, скучно, он перестанет вас стыкать иголочкой, вызывать на эмоции и так далее. Он уже, скорее всего, найдет, это для этого какой-то промежуток времени, месяца, скорее всего, понадобится, он найдет новую себе жертву, у которой будет потенциал, энергия, ему там станет намного интереснее. И, скорее всего, он такие, мы берем просто примитивный брак, что больше чаще, встречается. Такой мужчина живет, назовем так, на две семьи, там эмоции получают, здесь типа семья. Но со временем здесь, где у него серый камень, безэмоциональный, неинтересно, он ничего вообще удержать не будет, и та новая жертва захочет больше энергии, эмоции, она еще в силах, она будет его перетягивать, забирать к себе. И тогда, скорее всего, приблизится развод, например, или произойдет такая ситуация, где там его попросят развестись и тому подобное. То есть он станет заинтересованным, чтобы с вами расстаться, потому что он будет чувствовать, что он ничего не теряет, а приобретает там. Ему эмоционально там хорошо. Поверьте, ни вы, ни дети, никто ему не нужен, даже если он уверяет, что он классный папа, отец хороший и так далее. Это все чисто, они безэмоциональны, безэмпатичны. И там про любовь, это чисто слова, что он говорит то, что хотят от него слышать. Окей? То есть не надо искренне в это верить и вкладывать тот же смысл, который вкладываете вы в слово «любовь» детям и тому подобное. И для вас это такой тихой сап, и потихоньку слиться с таких отношений и в нужный где-то момент, ну, в общем, вылезет возможность развода, разъезда, в общем, прерывания этого контакта, тихо-гладко он уйдет. Окей. Что мы делаем дальше? Ну, знаете, что с этим человеком вам всегда придется придерживаться этой позиции серого камня. То есть у вас же всегда остается манипуляция через детей, если она у вас есть. То есть либо вам потом разрываете контакты, вы никаких соцсетей не ведете, ни с какими родственниками и друзьями общими не работаете, не общаетесь, не переписываетесь. А у вас для него никакой информации. Вы должны исчезнуть для этого человека. Потому что все, что в вашей жизни будет происходить, он всегда будет думать, что вы все еще его, даже если у вас там развод, вы за ночь выходите, любые ваши перемены в жизни для него повод вернуться, нагадить вам, потоптаться, забрать обратно, какие-то эмоции потянуть. Для него это всегда стимул. Для него, короче, ваши перемены, любые эмоциональные события в жизни интересны. И они аппетитны. И он хочет прийти, покушать здесь, попитаться, попастись на этой полянке и, простите, обгадить вашу новую жизнь, испортить ваши желательные отношения, вообще потом уйти дальше. Но он что-то сделает, поставить там точку и так далее. В общем, издеваться каким-то образом. То есть ваша задача исчезнуть. Если у вас есть дети, какие-то связи исчезнуть невозможно. Вы должны сократить вообще до минимума информацию о себе для этого человека. Но если дети более-менее такого возраста, там, школьников, объяснить, помните, как мы жили, там, папа бил, пил или еще что-то как-то там поступал, что если вы не хотите к маме опять такого, вот с ним встречаетесь, там, приходите к папе в гости, про маму ничего не рассказывайте, или у меня там новый там парень появился или еще что-то там, ничего не рассказывать. Вы их должны объяснить, почему. Им не надо делиться информацией эмоционально. То есть они, такой отец и дети, это их контакт. Пусть общаются как хотят, вы туда не лезете. Если он рубит детям, не оправдывает их надежд, обманывает, обещает, не дарит, или обещает, не приходит, или еще что-то, никаких комментариев не дарит. Мы жалеем ребенка, если он к нам возвращается, и жалеем, гладим по головке, ну, видишь, вот такой у тебя папа, ничего не говорим. Ну, вот да, вот такой. То есть мы подчеркиваем факт, это произошло. Позвольте этому отцу самому испоганить, назовем так, показать свое истинное лицо, испортить отношения со своими детьми. Не надо его приукрашивать, типа, ну, я ради детей, чтобы мне было больно. Один раз дайте обжечься, парочку раз. Все, они научатся, сами лезть больше не будет, им этот папа станет ненужным или неинтересным. Это их взаимосвязь, вы не имеете права туда лезть. Вы такой же родитель, так же, как и ваша взаимосвязь с вашими детьми, он тоже туда лезть не должен. То есть они могут общаться, но вы можете попросить максимально о себе не разглашать никакой информации. Не общаться, естественно, с какими-то родственниками его, братьями, сестрами, не поддерживаем контакты. Если вы действительно хотите расстаться и закончить эти отношения, если вы продолжаете что-то оправдывать, искать какого-то общения, называть, у нас же есть дети, у него же такие хорошие родители, у него такая классная сестра, но в семье просто не без урода, пока вы поддерживаете связь, пока вы кормите эмоциями, пока у него есть информация, он от вас не отстанет. Все очень просто. Поэтому для того, самое последнее поставлю точку, чтобы использовать методику серого камня, вы к первому дню, когда это делать, вы должны понять, что обратной дороги не будет. если я это начала, я это начинаю с четкой уверенностью, что этот человек в моей жизни мне не нужен. Мы с ним заканчиваем эту историю. Все, обратного пути нет. Тогда это сработает. Если вы будете дергать, подпитывать эмоциями, играть в эту игру, ничего не выйдет. И потом вы скажете, психологи плохие не помогают, они мне не подходят, например, или ваши методики фуфло полная, все это неправда или неправильно, вот видите, мне не помогло. Потому что, наверное, может быть, вы были морально к этому не готовы, на самом деле этого не хотели. Так что я всем желаю, честно скажу, кто в абьюзе, это определенное дно нужно достичь, определенной точки, от которой надо отталкиваться. Когда условно мое терпение закончилось, именно вот это больше я не могу терпеть и так далее. Если вы сейчас находитесь в трудных отношениях, хотя бы для начала, чувствуете, что этой точки еще нет, еще можете прощать, забывать, ждать перемен, обещанием его каким-то верить, о переменах и так далее. Но хотя бы для себя просто по-человечески, для этого не обязательно быть в отношениях, просто для себя примите некую точку и подумайте, а что для меня будет максимум, да? Что для меня будет последней этой капли? Какой жест, слова, поступок, действия? Для кого-то это какие-то просто слова из разряда «я тебя убью» и в пакетах каргу перешлю домой. Для кого-то это синяки и побои, а для кого-то выставленные вещи, выгнанные на улицу женщины, еще что-то. У каждого это будет свой уровень. Вот для начала, если вы еще не достигли, не понимаете, что это, ну хотя бы подумайте, предположите, а что будет последней капли, что я, мое достоинство моральной личности, не переживет, не могу перешагнуть. Это последняя точка. Просто держите это в голове, хотя бы с точкой, да, определитесь, просто когда она настанет, у вас четко в голове щелкнет, что ага, вот оно, теперь я могу заканчивать эти соотношения, дальше никаких надежд уже нет. Что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, пишите ваши комментарии, как вы относитесь. Вообще, слышали про такую методику? Пользовались ей или нет? Помогла она или нет? На самом деле она помогает. Просто не все доводят до конца, к сожалению, и иногда сдаются и дают эмоциональную отдачу и до конца не прикидываются серым камнем. Соответственно, и весь эффект этот пропадает, но эта тема действительно рабочая. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, это очень приятно, помогает развитию канала. Если вам нужна консультация «Моя психолога», то в инфобоксе под видео я всегда оставляю свою почту. Пишите на почту тему письма-консультация, я вам пришлю всю информацию. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok